Владимир, добрый день. Какая у вас компания, чем занимаетесь? Добрый день. Я представляю сервис LIMA. Это первый в России сервис по подбору временного персонала. Речь идет непосредственно о промо-персонале. То есть наш сервис предлагает возможность бизнесу заказывать промо-персонал посредством мобильного приложения, минуя разные прослойки, посредников, аккаунт-менеджеров, например, и так далее. Внесем ясность. Промо-персонал – это хостес, это гардеробщики, это те, кто раздает листовки и прочие-прочие вот такие специалитеты. Да, совершенно верно. То есть речь идет о довольно широком сегменте специалистов, именно временных специалистов, которые как раз приглашают работу так же, как вот на этой выставке, когда необходимы на день, на два некий персонал. Соответственно, мы это все оцифровали, упаковали в мобильное приложение. И сегодня появилась возможность это делать очень быстро, за пять минут. Можно в мобильное приложение организовать такую промо-акцию, набрать себе промо-персонал. Как давно работает Ваша услуга и есть ли уже отклики, отзывы? На данный момент сейчас идет тестирование проекта, идет пилотное тестирование. Мы планируем в июле уже официально его запускать. Отклики на данном этапе какие? Мы ведем первичные переговоры с заказчиками. Они ждут, потому что это уникальный сервис, который закрывает в их HR-делах рядом просто вопросов. Только за счет вот этой полнейшей автоматизации. Владимир, Вы сравнили это с сервисом заказа такси. Правильно ли я понимаю, что если мне нужен вот такой персонал, как можно скорее, то приложение работает очень быстро и вот в течение суток я могу получить этот персонал на площадке? Или все-таки время ожидания чуть больше пока? Нет, нет, совершенно верно. Уникальность приложения как раз в том, что все сделано настолько просто, как вызвать такси. То есть вам нужно завтра провести промо-акцию. Вы через мобильное приложение делаете акцию, набираете нужное количество людей, расставляете по нужным точкам, по станциям метро или каких-то торговых центров. Все это указываете в приложении. Тут же автоматически они улетают приглашение промоутерам, которых вы выбрали. Они вам отвечают, что да, мы берем этот заказ. Все происходит за считанные минуты. Вы организовываете акцию, получаете подтверждение. Все платежи происходят только онлайн. Тогда вопрос. А этот каталог специалистов, он какой-то ограниченный? Либо, например, я могу указать другую услугу. Например, мне нужна массовка для съемки в сериале. Значит, это у нас следующий этап развития сервиса Алима. На данном этапе мы разработали очень гибкую систему фильтрации, в которой вы можете подобрать себе промо-персонал по таким критериям, как блондин, брюнет или блондинка-бюнетка, рост, вес, телосложение, голубые глаза. То есть полностью подбираете себе портрет вашего промоутера конкретно под вашу задачу. Это очень удобно, да, потому как порой бывают необходимы определенные внешности люди, чтобы промоутировать тот или иной товар. Это очень удобная услуга. Это все эксклюзивное, что вы можете предложить? Или есть еще какие-то предложения? В данном мобильном приложении, в данном сервисе у нас подразумевается новая уникальная услуга, которая не существует на данный момент ни в России, ни в мире. Мы прилагаем фэшн-ритейлу такую услугу, как живые манекены. То есть сейчас фэшн-ритейл испытывает большие проблемы с продажами, скажем, по-простому. И у нас возникла идея, почему бы на витрины этих бутиков вместо вот этих кукол мертвых не поставить самых настоящих. Ну, скажем, не мертвых, не живых. Не живых, да. Живых людей, которые станут живыми манекенами, которые смогут показать, какой пиджак. Я как покупатель, да, я смогу действительно вживую посмотреть, увидеть, как сидят джинсы, как сидит костюм. И я пойму, что, о, да, мне это интересно. То есть это не робот, это модели или модераторы, которые будут присутствовать в магазине в какое-то определенное время и демонстрируют на себе одежду. Наверное, это живые люди, которые заменят манекенов. И это будет маленькая, маленькая такая, что-то фэшн-показа прямо на витрине магазина. Ну, диджеи в магазинах уже стоят, осталось теперь внедрять модели. Совершенно верно. Надо улучшать сервис, и мы видим в этом большую перспективу. Интересные идеи, я желаю развития, ну и как можно скорее хотим увидеть живых манекенов на улицах нашего города и в наших витринах. Спасибо большое. Спасибо.